девчонки всем привет сегодня хочу поделиться с вами своими новинками это посылка от торговой компании мисс у меня здесь две базы несколько цветов то без липкого слоя и 2 гель пасты и в подарочек еще к заказу мне положили вот такую маленькую брендовую шоколадку было очень приятно посылка была отлично упакована и пришла на ко мне очень быстро итак приступим флакончики у них по 10 миллилитров это очень достойный объем цена очень бюджетная 235 рублей сверху указан цвет выкрашенный и снизу есть номера гель лаков мне больше нравится ориентироваться по цветам хоть в моей палитре и более 150 цветов мне я их все распределяю по фирме и мне так удобнее работать и так консистенцию у него не густая не жидкая очень приятная не тягучая такой жиденькой сметанки гель лак в кутикулу не должен затекать ни в коем случае потому что это консистенция я считаю самое удобное для работы и так посмотрим плотность цветов девчонки пробу вместе с вами красный ложится прекрасно в один слой очень хорошо посмотрите как быстро сама выравнивается в один слой перекрыл типсу буду сейчас с вами наносить все гель лаки по два слоя так как это я готовлю выкраску для своей палитры и так мне будет удобнее я потому что всегда ношу гель лаки в два слоя даже очень если они сильно пигментированы но пигмент отличный и за счет того что два тонких слоя ноготь не будет казаться слишком толстым следующий гель лак под номером 007 это нежный пастельный розовый цвет вообще если честно очень давно искала пастель чтобы она у меня легла именно в один слой и вот я нашла наконец-таки такой гель лак прекрасное качество материала запах есть но он не сильно ри не резкий не противный в общем мне пока я выкрашивал эти гель лаки на палитру мне они очень понравились следующий цвет под номером 016 это такой нежно сиреневый цвет в жизни он немного поярче и тоже прекрасно ложится в два слоя обратите внимание какой толщины ношу слои кисточка у меня практически сухая немножко цепляю материалы на кончик и просто тяну пигмент распределяя его по типсе следующий цвет зелененький под номером 028 это такой цвет поздней зелени вообще зеленые бывают очень капризные гель лаки этот гель лак как я обратил внимание немного пожиже но он все равно хорошо ложится и прекрасно самовыравнивается но ноготках я бы его тоже сделала в два слоя цвет номер 084 это единственный цвет из всех цветов которые мне прислали он он ляжет плотно в три слоя но девчонки очень люблю такие цвета он с мелким мелким не шиммером а сейчас я вам поближе покажу рваная фольга золотая если его в один слой сделать он будет очень клёвый как камуфляж под френч сейчас попробую показать видите там не блесточки а именно рваная фольга нежно-золотого цвета очень клёвый лак и так следующий цвет номер 101 это прямо стандартный бежевый цвет телесный даже я бы сказала немного в жизни светлее вот видите он цветом как кожа тоже очень клёвый очень плотный вообще конечно меня поразило что за цена очень небольшая и что всего лишь за такую цену такой большой объем и такая плотность лаков и мне нравится что не приходится наносить толстые слои и боятся просохнут гель лаки или не просохнут следующий цвет номер 106 гель лак такого серо-коричневого цвета оставлю его на осень этот цвет очень популярный осенью также как и бордовые темно-фиолетовые и вот такие серые серо-коричневые на самом деле очень сложный цвет не совсем понятен потом но он очень интересно будет смотреться ногтях например с розовым гель лаком цвет 005 я бы назвала его цветом охры он жиденький и на ноготочках всего скорее понадобится три слоя еще у меня вот такие две базы с милыми собачками на этикетках первая база пинки у них такая интересная коротенькая кисточка достаточно густая консистенция я сделаю выравнивание на типсе чтобы посмотреть плотность такая какая будет на ногтях на нашу первый слой скользящий не сушу в лампе ставлю точечку и распределяю аккуратно базу по ногтевой пластине ну или в данном случае по типсе выравнивается он не быстро то есть мне пришлось немного повозиться но ноготках это будет все намного быстрее так как типса длинная и очень арочная камуфляж очень хорошо пигментирован и если вы будете делать френч в один слой он прекрасно перекроет линию улыбки и можно будет сделать френч с удлинением ногтевой пластины и еще одна база персиковая у нее уже менее сильная пигментация она такого персикового цвета больше подойдет под темные ручки не под светлые потому что она мне кажется имеет немного желтоватый оттенок и у нее был небольшой резкий запах по быстренько нарисовала френч чтобы вы увидели как приблизительно они смотрятся и еще вот такие две гель пасты посмотрим сейчас баночка 7 грамм кстати очень большая 7 с половиной миллилитров вот изготовитель торговой маркой мисс город киров я уже открыла чтобы не мучиться здесь не ковыряться на видео это серебряная гель паста очень красивая камера не передает всех переливов и вот такая вот беленькая видно в баночке какая она густая сейчас посмотрим как она будет держать линию и какой у нее дисперсионный слой под рукой у меня лежала типса нежно-сиреневого цвета я ее просто взяла и сейчас мы попробуем посмотрите какая плотность я просто беру немного материала и тяну наверное у каждого мастера была такая проблема когда он рисует геометрию что вот эти вот все фольгированные гель лаки надо в два или в три слоя наносить на геометрию и получается некая такая тон толщина ногти это очень неудобно по себе вот знаю сейчас такой гель пастой у меня все проблемы уйдут геометрию и прекрасно рисовать и можно рисовать тонкие линии и придумывать множество дизайнов чуть попозже сниму видео с этими материалами буду делать на себе и расскажу как носится данные базы белая гель паста несколько гуще чем серебряная но она подойдет для изготовления брельефов на ногтях то есть таких объемных дизайнов сверху можно сделать птирку ну в общем только то на что хватает вашей фантазии вензеля держит отлично никаких промежуточных просушек она не течет никуда не девается единственное что нужно правильно распределять материал чтобы капелька обязательно была на кончике иначе линия не получится тоненькая на самом деле если к ней приноровиться то рисовать ей очень легко рисунки вы ей конечно же не нарисуйте это не гель краска это гель паста она для каких-то отдельных элементов но я считаю что гель паста должна быть в арсенале любого мастера потому что некоторых вещах она незаменима например для прорисовки очень тоненьких вензелей каких-то мелких таких частичек есть некоторый дисперсионный слой сейчас я попробую сниму липкий слой посмотрим как она будет блестеть и скажу вам надо ли перекрывать ее топом дальнейшем так вот смотрите поближе вам покажу видите все белые вензеля все они отлично блестят то есть этот дизайн он не требует чтобы его перекрывали еще топом все будет носиться отлично вот такие цвета у нас сегодня были интересные в принципе из всех этих цветов я думаю что в ходу у меня будут все и все они перекрыты вот таким топом без липкого слоя тоже от этой же торговой марки нужно еще посмотреть конечно как он ведет себя в носке но пока цветами я однозначно довольна и база камуфлирующая который посветлее я думаю станет моим фаворитом от гель паст я вообще в восторге ссылочку на эти гель лаки и на их сайт я оставлю в описании под видео кому интересно задавать вопросы спрашивайте всем с удовольствием на них отвечу с вами была таня best nail всем пока